бисмиллах ассаляму алейкум и рахматуллах и баркатух дорогие братья и сестры хотелось рассказать про то как можно работать в сфере умры потому что многие братья и сестры задают вопросы как заниматься чем заниматься в саудской аравии вы уже можете сейчас уже даже формировать пакеты на умру продавать пакеты на умру предлагать людям пакеты баркала фейком альхамду ляхи раби ляль амин вассалату саляму аля ашрафир анбиайи вальмур саллина на набии на мухаммад саллаллаху алейхи вала алихи вас хаби ячбайн во-первых нужно зайти на умрахач . company умрахач . company вот внизу как раз есть надпись этого сайта также ссылка будет под видео и вы заходите на этот сайт находите страницу именно где написано агенты агент итак находим рубрику агент и у нас открывается окно где онлайн travel агенты все вот эти онлайн travel агент которые занимаются в саудской аравии умрай есть разные виды площадок то есть есть битуби есть битуси есть бабуль умра ваке лифти рады есть официальные договора с компаниями заключается по потому чтобы работать умрай разные сейчас есть площадки мы с вами будем разбирать только битуби площадку вот это битуби то есть это для бизнеса бизнес для бизнеса то есть примеру есть министерство по хаджу и умри они создали платформу макам называется вот как раз на картинке макам написано это онлайн площадка к ней подсоединились различные другие площадки около 35 сейчас монассат площадок которые сотрудничают вот с этой макам и они могут вам предлагать полный пакет умрай вы через эти площадки вы выбираете для себя одну из них вы через эти площадки сможете заносить паспорта заносить данные выбирать отели мекки медины выбирать трансфер выбирать компанию которая вас будет обслуживать и потом оплачивать с вашей карты не отходя от компьютера и получать визы и тем самым формировать свои группы и отправлять людей можно заниматься индивидуальными пакетами можно заниматься группами то есть группа у нас до 50 человек это целый автобус хотя там можно даже и два автобуса 3 автобуса и дальше дальше можно формировать эта система работала до пандемии и сейчас она работает потом мы в дальнейшем будем разбирать и другие площадки которые есть саудской аравии но мы сейчас будем разбирать с вами вот эту битуби битуби есть битуси сразу на просто непосредственно с клиентом работает то есть человек может зайти спокойно и забронировать себе умру сам пакет умру взять и тут же оплатить как букинг вся система как букинг оплатил получил визу получил все данные кто его будет встречать где он будет размещаться где он будет жить проживать и поехал а вот эта система сейчас которая мы с вами разбираем это для вас для компании то есть компания может взять зарегистрироваться официально на сайте одной из площадок но для этого мы должны с вами посмотреть какие есть площадки ну давайте же посмотрим итак есть например вот и ляв умра то есть компания и ляв это известная компания брендовые отели у них серьезная серьезная система по отелям и пятизвездочные отели были у них что в джиддив что в риаде что в мекке что в медине и вот сейчас они подключили вот себе платформу битуби потом ото есть потом есть битуби холидейс тревел софт софтех в принципе эти программы как я сказал их 35 вот умра trip или зам 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 это известная программа я про нее слышал или вот например саудская авиалиния тоже открыла то есть занимались раньше авиабилетами потом добавили отели теперь добавили площадку умры то есть развивается смотрите битуби у всех есть ссылка на битуби программу вы через них вы можете забронировать себе целый пакет умры но мы остановимся с вами давайте вот на ум раме например возьмем ум раме то есть там же на вкладке агент вы можете просто на нее нажать и там первое будет ум раме на нее нажимаете и получается у вас страница на ум раме там выход на сайт вы переходите на сайт у вас сначала там будет зарегистрироваться и вы регистрируетесь вносите свои данные свои компании и дальше вы занимаетесь уже выбором пакетов то есть смотрите умра с визой умра без визы умра без визы это например у кого уже рабочие визы есть там бизнес визы или еще что то у кого-то визы уже имеются например туристические визы у кого-то есть сия или еще какая-то виза или например саудиты живут они просто умру выбирает но мы выбираем умра с визой например это страны азербайджан грузия до кыргызстан таджикистан узбекистан пакистан афганистан и другие 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 страны например умра с визой там у нас открывается окно открывается окно и мы выбираем пакет 1 например джидда мекка джидда например можно вот такой выбрать там нажимаете на треугольнички у вас выбор выходит там джидда джидда мекка медина аэропорт медина там разные есть варианты вы выбираете например даты проставляете такого-то числа например с 8 декабря пять ночей например два человека мы выбираем одну комнату узбекистан узбекистан пиши например жители узбекистан все дальше нас переводят на страницу вот здесь сначала нам будут предлагать выбрать отели потом второе нам будет предлагать транспорт транспортейшн вот наверху там на темном фоне написано мекка отели отели в мекке потому что у нас мы только мекку выбрали джидда мекка джидда то есть мы без медины бывает такие пакеты которые просто без медины например без посещения медина люди приезжают на один два дня на пять дней чисто в мекку и обратно уезжают дальше у нас транспорт обязательно транспорт который нас будет встречать который нас будет в аэропорту обслуживать встречает машина или автобус отвозит нас в мекку в отель и потом обратно в нужный день но у нас он обратно отвозит то же самое из мекки уже в аэропорт джидд транспортейшн и потом еще гранд сервис вот это третья эта компания которая будет нас обслуживать на территории Саудской Аравии. Это обязательное условие Министерства Хаджа и Умры, чтобы нас обслуживала какая-то компания, которая брала на себя ответственность за паломников, которые находятся на территории Саудской Аравии. Многие не понимают, зачем это нужно, но на самом деле Министерство по Хаджу, оно как бы распределило среди специальных вот этих компаний обязанности, то есть она не берет на себя обязанность за всех паломников отвечать, а именно будут отвечать вот эти, гранд сервис, вот эти компании, которые занимаются именно хизметом паломников. Они встречают в аэропорту, помогают с заселением в отель, помогают какие-то вопросы решить, они отвечают за болезнь паломника, или, не дай Аллах, кто-то умер. В общем, какие-то вопросы решают они. Вот эти компании. Итак, перед нами сейчас отели. Сейчас перед нами отели, и там в левой колонке мы видим, что там выбор есть. Пятизвездочный отель, четыре звезды, три звезды, две звезды, одна звезда, вообще без звезд. И там еще какой-то другой фильтр стоит, Wi-Fi, чтобы был у тебя, или еще что-то. В общем, мы выбираем там пятизвездочный отель. Выбрали пятизвездочный отель, и у нас выбирает, выходит сразу система, выдает нам система отелей пятизвездочный. Ну, и мы выбираем, естественно, там вот, парк Инн, например, Рэдисон, Мекка Анна-Сим, в районе Анна-Сим, где мечеть Раджихи. Мы выбираем пятизвездочный отель. За пять дней у нас комната выходит 954 реала. Смотрите, 954 реала. Мы его выбираем, потом у нас выходит вот такое диалоговое окно, там мы опять окей-окей-окей нажимаем. Да, да, да. Вот это чисто комната, это цена 954. За комнату, запомните. Это только за комнату, без завтрака. То есть, завтрак там написано вон, Rome only. То есть, комната только комната. Там вот, кстати, наверху, в центре есть такой пустой, пустой квадратик. Это называется промокод. Это называется промокод. И если отель, то есть, если вы хотите снять какой-то отель, и вам отель предоставил промокод, вы нажимаете на вот этот квадратик и вносите вот этот свой специальный промокод. Дай Аллах, дай Аллах, чтобы у меня такие были промокоды. То есть, это мне надо, конечно, разговаривать с отелями, брать у них свои промокоды, потом выставлять их на сайте, и вы можете ими воспользоваться. Например, вы вставили, окей, вписали этот промокод, у вас цена изменится, у вас уже не будет цена 954, а у вас, например, там будет 5% скидка, например, или 10% скидка, смотря какой промокод, какая будет скидка там. Уже вычитается из 954, например, 10% 95,5 реала уменьшится цена, например. Все, промокод вставили, дальше, окей, окей, следующая стадия это у нас transportation, видите, все, отель у нас есть, теперь средняя, это у нас уже транспорт, мы выбираем транспорт, нам предлагают сразу автомобили, normal, потом VIP, потом premium класс, разные автомобили, и это вот рубрика transportation, transportation, в левой колонке там все компании, которые мы хотим выбрать, там их много, более 70 компаний, которые занимаются транспортом, автобусы предлагают, легковые автомобили, минивены, микробасы и прочее, прочее. Мы хорошо, мы выбрали с вами, например, просто обычную машину, normal, normal tip, вот смотрите, цены за машину, цена туда-обратно, в принципе, нормальная цена, встретит в аэропорту машина, да, отвезет вас в этот, в отель в Мекке, и обратно тоже так же приедет за вами и отвезет вас в аэропорт, в принципе, меня эта цена устраивает, я убираю normal на два человека, следующая у нас уже граунд сервис, да, третья, это граунд сервис, все, отель мы выбрали в Мекке, машину мы выбрали, граунд сервис, компания, которая занимается обслуживанием паломников, вот первая компания тут, FlyNAS нам выдается, ну там выбор очень большой, в принципе, там много компаний, но я вот работаю с одной из компаний, это Darul Manasic туризм, и еще есть у нас наша компания, тоже еще это называется Ruknulujur, кто хочет через нас выбирать эту компанию, может быть, ее здесь в списке не будет, вы просто пораньше мне звоните, пишите на WhatsApp, номер телефона у меня будет также указан, и вы просто пишите NUR, мы вот хотим сейчас оформить пакет, сделай нам, пожалуйста, открой нам доступ в вашу систему, либо вы выбираете Darul Manasic, вот этот туризм, сообщайте, NUR, мы выбрали вот эту Darul Manasic, то есть, я предупрежу сразу своего директора, который в GD, или я открою для вас нашу компанию, нашу компанию. Некоторые компании, они закрытые. Почему закрытые? Потому что люди не хотят проблем, они только работают с теми, которые доверенные люди, доверенные паломники, доверенные компании, с которыми можно работать, и которые не создают трудностей. Некоторые создают действительно трудности. Например, виза, она дается на 3 месяца, но люди приезжают и остаются больше трех месяцев хотят остаться и жить там больше трех месяцев по турвизе но турвиза она вот знаете она это не простая виза если компания вам дала вот например вот это даруль монасик вам предоставила хизмет и у вас в визе будет написано что вам предоставила визу компания даруль монасик значит даруль монасик будет за вас отвечать что если пройдет три месяца три месяца больше трех месяцев уже 91 92 93 то этот человек который не выехал вовремя он должен выехать был до окончания 90 дней то на на нем будет штраф и вот на этой компании будет большой штраф 25000 реалов и если у них в течение года министерство по хаджу если у этой компании заметит что в этой компании больше трех нарушителей или партизанов как мы называем то тогда это экран эта компания лишается лицензии то есть у него лицензию отзывают поэтому нужно думать нужно думать прежде чем заказывать визы себе с каким намерением вы едете вы хотите остаться или нет предупреждаете кто остается вот такие компании они однозначно не хотят работать с такими людьми понятно да поэтому будьте внимательны особенно те которые принимают паспорта которые набирают людей которые набирают группы спрашивайте людей вы зачем с какой целью едете на сколько дней вы эти кровь скажет я хочу вообще остаться там об уже у вас красная лампочка должна загораться все этот человек хочет остаться у этот человек хочет проблемы значит для компании почему он хочет остаться ну у каждого свои мотивы есть у каждого свои мотивы те которые хотят остаться мы с ними уже по-другому говорим то есть мы им предлагаем альтернативные варианты визы уже другие там рабочие визы бизнес визы там еще что-то какие-то варианты руки но но только не по умра визе запомните братья сестры по умра визе нельзя оставаться больше 90 дней нельзя потому что вы нарушаете договор и вы подставляете компанию то есть вы из-за того что вы хотите вот остаться здесь вы портите авторитет вот этой компании тот же дарль монасик или еще какая-то другая компания вы их авторитет портите и все они не знают что с вами потом делать где вас искать как вас найти вы там отключать вы купили все например через онлайн и вы потом этот исчез паломник да и ты бегаешь его ищешь где он живет где он находится пять дней прошло он куда-то уехал и все то есть просьба большая просьба не подставлять те компании которые с вами занимаются по умре которые занимаются вот саудская компания или у вас в ваших регионах там узбекистане компании которые не надо никого подставлять нужно сразу изначально просто поговорить и сказать ребята мы хотим остаться какие у вас есть варианты вы можете на 90 дней потом выйти новую визу опять на 90 дней еще раз получить опять приехать но только не 90 дней где-то выбирайте 80 дней поменьше чтобы никто не волновался потому что в системе сразу отображается а у этого человека осталось там 10 дней у этого человека пять дней осталось скоро ему надо выезжать срочно надо выезжать где он где он где он в министерство похоже начинает нас заваливать смс камень поэтому многие компании отключили свои вот эти свои реквизиты и включают только для тех которые проверенные люди которым они доверяют и вот как я вам сказал пишите мне скажите нур вот у нас есть группа мы хотим занести пишите мне на ватсап мы откроем для вас допуст допуск сделаем вам то есть вот например 1037 до например виза стоит на двоих вариантов но это не 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 только виза то есть это 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 не целая виза а это просто обслуживание вот этой компании если она берет за одного человека пять пятьсот пятьсот с копейками до 518 518 с половиной реалов берет за одну за одного человека а стоимость визы она складывается в общем то есть вот туда заходят вот эти хайдаматы потом туда заходят русуматы налоги всякие потом там входят еще транспорт потом входит еще какие-то там поборы другие да и в конечном итоге у тебя уходит цена но мы сейчас увидим как вот через битуби какая цена у нас будет выходить и так мы выбрали дарвель монасик с вами дальше перешли смотрите у нас теперь все загорелось да то есть у нас отель есть как мы забронировали потом транспортную компанию все у нас будет встречать отлично провожать потом компании который нас будет обслуживать все точно есть отлично прекрасно и вот например если вы выбрали например нашу компанию вы нам отправляете авиабилет когда вы прилетаете конкретно я предупреждаю своих сотрудников у нас есть свои сотрудники на территории джидды аэропорта в джидде несколько аэропортов и поэтому наш сотрудник сразу едет туда куда вы прилетите соответствии с вашим авиабилетом наш сотрудник уже будет там в аэропорту стоять и будет говорить да это наши люди все он будет встречать и вас посадят в автобус вы или в машину и вы отправитесь уже в аэропорта из аэропорта в отель мекки все итак у нас вот эти все моменты мы разобрали дальше нажимаем на бронирование у нас опять выходит по полочкам все разложено у нас отель транспортная компания потом опять кам эта компания которая нас будет обслуживать сразу диалоговое окно выходит там отказ от ответственности паспортные данные вы будете вводить должны быть паспорта не меньше шести месяцев то есть у них срок должен быть еще действительный ну и правильность заполнения фамилий туда-сюда требует от вас система потом от вас требуется что ну вот эта компания вот вы кстати можете увидеть даже даруль монасик там требования что она выполняет на территории саудской аравии то есть ее требования министерства по умре по хаджу и умре к даруль монасик что должна выполнять вот эта компания далее вы заносите свои контакты вносите свои номера то есть вот мой номер как раз моя мой номер почты он автоматически уже у меня вбивается все уже сохраненный значит кстати мне пишите на ватсап вот по этому номеру плюс 966 536161330 вот это или навиги на почту мне тоже пишите хочу зайти ну почту вы сами знаете сейчас мало кто проверяет почту ежедневно чтобы сидеть там проверять конечно лучше через ватсап или через телеграм но у меня больше на ватсап пишите вот мне на ватсап на вот этот номер далее вы заносите информацию о пассажиров то есть информация для пассажиров смотрите там есть образец там какой-то вот файла надо будет скачать посмотреть потом загрузить информацию о пассажирах здесь тоже а понял понял то есть сначала если у вас большая группа смотрите вот наверху там скачать образец файла синим написано то есть высказан скачивайте образец файла и туда заносите свои данные своему оператору говорите про который сидит принимает паспорта там туда-сюда вот так заполняй как здесь в образце потом этот образец когда вы его сохраните он будет скорее всего это excel of ski формат вы его во второй вот нажимаете кнопку загрузить информацию о пассажирах то есть вы загружаете она автоматически вся будет информация сразу зайдет и заполнить все вот эти пустые ячейки если же вы этого не сделали то вам придется вручную все вбивать там название там гражданин гражданка туда-сюда имя фамилия вы вбиваете дата рождения национальность мы уже изначально сказали что это узбекистан номер паспорта там f а там туда-сюда с цифрами с буквами и срок действия паспорта когда заканчивается потом второй пассажир потом третий пассажир сколько у вас пассажиров будет вы так вот так вручную заносить если у вас это уже есть в excel и то вы загружаете информацию о пассажирах в excel формате далее там у вас все 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 отказ от ответственности туда-сюда галочку нажимайте и проверить наличие наличие визы и вас переводит на окно того сцен цена сразу вырисовывается и принципе все вы оплачиваете по своей карте обычной банковской карте вы можете оплатить где бы вы ни находились то есть в узбекистане таджикистане кыргызстане казахстане где бы вы ни были в азербайджане вы можете оплатить ну-ка я прозевал здесь ценник а вот у нас цена кстати вот в правом углу синие написано 3209 саудских реалов у нас получается это за два человека но это цена такая серьезная завышенная да но я вам сразу скажу это два человека это не группа когда больше людей цена меньше становится когда два человека конечно у вас индивидуальный автомобиль у вас там мы выбрали же пятизвездный пятизвездочный отель и пять дней там да и естественно естественно хизмет конечно в цене поднялся то есть 3209 саудских реалов разделить на 374 то получится какая-то там цена сейчас не могу сказать вам в общем за каждого человека полторы тысячи реалов до 1 1600 реалов но это по 400 долларов выходит отель пятизвездочный потом трансфер машина у него есть и что виза у него есть вот в принципе весь пакет это без авиабилета это без авиабилета 400 долларов на человека выходит баракаллах и ком воде закуму лаву хайран хайраль джаза субхана каллаху моби хамдик ла и ла и ла и ла анта астагуфи рука вату в и лике кстати вот мой номер можете впереди плюс поставить или два нуля поставить сохраните 966 это саудовский код 966 536 1613 30 ватсап работает телеграм работает пишите звонить баракаллах и ком